это подкастус студии артемия лебедева здесь мы разговариваем с интересными людьми в том числе иногда и о дизайне и сегодня поговорим о профессии редактора с максимом ильяховым главредом журнала кинжал как вы напряглись а оскорбление чувств верующих да вот вы все не умеете журналисты работать а мы молодые люди которые ваше старое не принимают мы вот работаем лучше вас то придумал сука ходить в чат чтобы сгенерировать текст эти яйца очень старались вылезали из куриной жопы чтобы к вам приехать всем кто думает что тексты через пять лет будут кому-то нужны вы сейчас как мастера по опрессовке винила вот мои приключения как я в турции трахалась 26 тур турками и страх копирайтеров что их заменит нейросети ничем не оправдан копирайтер без нейросети заменит копирайтер с нейросетями сегодня у нас гостях максим ильяхов писатель редактор кандидат педагогических наук соавтор книги пиши сокращай создатель сервиса главред главный редактор издания теньков журнал код и кинжал все так ничего не забыли есть еще опора я у вас участвовал в студии в проекте с дептрансом ну и по мелочи там может еще десятков два пунктов наберется за 15 лет работы ну да зона для тех кто не знает максим был главным редактором редакционной политики московского транспорта сначала метрополитена потом это перетекло в проект с транспортом было прикольно спасибо что пришел очень круто вот я буквально это чистая правда два месяца назад ну или около того я наконец-таки дочитал пиши сокращай и бац теперь ты здесь и мы с тобой общаемся вживую это конечно что-то невероятное я когда контуре готовился я посмотрел несколько подкастов и в основном тебя зовут на подкасты как эксперта у нас же подкаст больше про профессии профессионалы поэтому нам очень интересно послушать твой путь путь становления нам интересно как стать главредом и стоит ли вообще им становиться стоит ли работать в редактуре стоит ли работать с текстами у тебя на сайте сейчас достаточно скромно написано что ты главред журнала кинжал занимаешься редактуры текстами и кучу ссылок на этом все можешь рассказать вот какие проекты стоит людям посмотреть чтобы лучше с тобой познакомиться чтобы больше узнать о тебе у меня есть там ссылочка на проекты ну на портфолио и там километр того что я делаю но оно имеет свойство все терять актуальность со временем потому что коммуникация это вещь временная там ну не знаю полгода год но вот если вы спуститесь в метро и увидите плакат любой например станция закрыта там на ремонт или на сейчас ленинградский вокзал закрыт тоже на ремонт и на казанском и на ярославском стоит об этом информация написана вот это вот то что я делал и самое вот такое важное что было сделано то что больше всего людей прочитает это вот например объявления которые висят в вагонах метро то что прям самое массовое тинькофф журнал был большим проектом мы начинали его там году в 2013 14 не помню точно и из маленького банковского блога где работала два человека выросла за это года три в огромная огромная медиа часто много независимых маленьких редакций и огромный трафик там когда я ухать когда я уходил там было больше миллиона сейчас наверно больше пяти в месяц людей читают это прям огромные сми вот но сейчас последнее что я делаю из прямо значимого это журнал кинжал такой душевный диджитальный журнал который людям помогает жить работать вдохновляет до этого работал в коде мы помогали программистам новым начать свою работу там а вот если говорить в какой-то проект в рамках вообще масштаба страны вот есть ли какой-то который прям вот я работал над политикой госуслуг когда это был 2014 год когда было был большой ребрендинг не многие помнят но до бренда госуслуги был бренд единый портал государственных услуг по сокращенно епгул и он в нормативке до сих пор так называется и это буквально был сайт епгул и там ну вот традиционный сайт из там назначал нулевых и его переделали в сервисно ориентированную платформу где-то в если я сейчас не ошибаюсь это в районе четырнадцатого года я участвовал в группе экспертов которые делали новый бренд а я делал туда тексты наполнение мы делали контент прям большой большой проект был вот но с тех пор они делают все сами с тех пор рт лапс который обслуживает госуслуги у них своя огромная редакция я знаю главреда классные ребята и они такие вещи нельзя тянуть нельзя однажды написать сказать все я все сделал и пошли дальше он его нужно постоянно поддерживать то есть где-то с 14 года я этим не занимаюсь но вот какие-то зерна которые там были заложены до сих пор растут госуслуги начались тебя получается ну нет но не с меня но это было было министерство коммуникации связи минком связь которые сказали нам нужно сделать сервисную платформу они придумали архитектуру что вот есть убить ведомство есть портал и портал должен быть как бы сервисной витриной мне кажется еще озон был очень маленькой нишевой штукой они придумали озон до того как озон стал массовым то есть надо при этот озон был про госуслуги я просто участвовал там на уровне текста но и даже не я один у меня была целая команда там человек шесть работали над контентом но в целом я приложил немножко но в целом я сейчас когда не знаю встречаюсь с кем с любыми членами правительства там губернаторами с кем угодно мне всегда говорят максим ваша книга у нас настольная мы всем нашим новым сотрудникам говорим читай ключи сокращай поэтому кстати в новой версии появилась прямо отдельная глава как нам победить канцелярия специально для госслужащих 26 страниц чтобы люди прочитали вот только эти 26 страниц и прямо с ними дальше шли по жизни ну вот это в принципе ты много разного делаешь и она постепенно распространяется где-то внезапно у людей проскакивает а есть какие-то проекты которым ты приложил руку но не стал бы упоминать своем портфолио нет есть проекты где я обосрался да я делал сайтом тивиру это было очень веселая история это какой год данте веру 2018 или девятнадцатый вы скорее 18 то есть новой мтв уже получается а наверное в восемнадцатом году со мной связался директор тогдашней мтв.ру это был очень известный медийный человек который человек из моего детства и он не вот как если бы тема позвонила говорит пойдем работать там типа делать да все побежали как бы мне 36 лет как я вырос на блоге тема естественно как многие люди моего ну как многие из вас наверное да вы не с улицы пришли и она говорит звоните подавай я говорю давай все пошел и выяснилось несколько вещей первое мтв в 2018 году когда мне было 30 лет это не тот же самое мтв которое было когда мне было там 13 сейчас тоже есть 13-летние дети я их совершенно не понимаю ну и там были какие-то организационные штуки стилистические грубо говоря я пришел делать сайт мтв.ру для себя 13-летним но с тех пор как бы мир сделал следующий виток как бы что-то поменялось в культуре я в этом проекте полностью обосрался как главред но единственное что я хорошо сделал это я после себя оставил команду молодых с мне я помню мне в тот год исполнилось 30 и понятно что люди которыми были мои руководителями они были еще старше но они как-то вот могли поймать этот дух времени а я вот как-то заплесневел в этом своем в этой картине мира и когда мы один из вещей про этот сайт например мы выяснили что детям дико заходит кей-поп я понятия не имею что это сон джон ун вон битес ну да не но битес то я более-менее еще понимал вот мы написали про битес херак трафик пошел чего происходит потом написали про именема трафика нет а там про доктора дре трафика нет потом опять про корейцев херак трафик я такой чё то здесь какой-то паттерн есть наверное детям именем не так интересен но именем тоже дед уже на тот момент был и я так ага я тут ничего не мол я то что мне интересно чтобы чтобы делать то что мне интересно здесь мне нужно делать сайт для 30-летний они все 30-летние они говорят очень тебе еще живо это такое еще есть но и замечание справедливо потому что мтв было кабельным каналом в стране где все уже давно смотрят youtube ну то есть не совпало там обосрался но прибрал за собой не так не ехал хочется верить слушай а было ли такие истории когда тебя не знаю оставали на улице когда подходили говорили о я там вырос на твоей книге я там стал редактором благодаря книге или продвинулся по карьерной службе что-нибудь такое мне когда на презентации люди приходят все обычно говорят что мой путь в копирайтинге начался с вашей книги но это люди приходят специально меня узнают очень редко и и когда меня узнают например я живу в туле сейчас я сижу в ресторане что-то там обедаю за столом сидит с этим с этим двое ребят они приехали в тулу на выходные ну и просто как-то в этом же ресторане поесть и видят типа чувак знакомый сидит в туле меня не знают почти меня узнают москвичи которые приезжают в тулу отдохнуть такие ой это жильяхов типа мы ваши книги читали но это забавно да возможно кто-то приедет в тулу ради тебя теперь я вызову людей писать писать у себя подкасты что-то снимать да люди приезжают или кстати интересно что ты переехал в тулу цветом больше нравится но я там вот вы сейчас мы сейчас снимаем да чтобы поставить этот свет эти камеры нам потребовалось ну там часа два до него и ставили ребята ставили а я понял что чтобы снимать много видео нужно нужно иметь постоянную студию москве купить я квартиру достаточно большую чтобы сделать студию ну я могу но не могу себе позволить так скажем а в туле я могу просто типа из кармана достать деньги это все и пойти купить студию что я собственно сделаю а вот ты говоришь про то что некоторые сообщают об этом что они вошли в мир копирайтинга через тебя а приходилось ли тебе узнавать свое влияние какие-то влияния своих книг в чужих текстах во первых это не влияние моих книг есть как бы общий культурный дух и этот дух тянется там из-за времен античности и дух этот в чем проблема того чем я занимаюсь люди не умеют говорить и писать потому что это навык который нужно развивать в какой-нибудь там идеализированной нашей картине античности были школы всякие лицеи гимназии где детей учили говорить писать рассуждать я не участвовал но скорее всего так и было но чем меньше в системе образования уделяют времени умению говорить и писать тем хуже люди говорят и пишет пишут последние лет 30 этому уделяется мало времени но это как бы волнами идёт то появляется то спадает и появляется то спадает и вот это сквозь века идет одна и та же мысль что людей нужно учить говорить и писать и до нас это был корней чуковске но рога вот прямо предыдущие до нас корней чуковский но рогаль с которых мы списали базовые тезисы, основные тезисы книги «Пиши сокращение» еще в 2016 году. Но ты не можешь взять просто Нору Галь, советскую переводчину, типа копипастнуть ее текст, чтобы она сейчас-то работала. Это нужно приземлять к современным реалиям. Поэтому мы берем идею, которая в III веке до нашей эры уже была озвучена, мы ее перевоспроизводим, но в современных реалиях. Поэтому, когда я вижу хорошо написанный текст, может быть, человек прочитал мою книгу, а может быть, он прочитал Чуковского, а может быть, Нору Галь, а может быть, Аристотеля. То есть мы не знаем, что именно на него повлияло, и там длинная цепочка, и мы только часть этой длинной цепочки. И я хотел бы, чтобы после нас кто-то следующий, но это точно произойдет, сменится поколение, и кто-то следующий такой, все, старое говно мы сносим, сейчас мы заново научим людей нормально, кратко, ясно, без лишних слов в мире читателя писать. Ты кандидат педагогических наук? Да. Расскажи про свой опыт преподавания. Я преподавал в универе, сколько-то, года три, как это положено кандидатам, защитил кандидатскую путем педагогики. Мне казалось тогда, что у меня был выбор это небольшой, можно было идти либо в культурологию, либо в педагогику. Я подумал, что педагогика это профессия, и пошел ближе туда. И я преподаю до сих пор, но я только вот год назад осознал, что такое хорошее преподавание в моей сфере. Прямо вот хорошее такое, настоящее. И оно совершенно не такое, как сейчас обычно преподают. Я цель на следующий год преподавать в 10 раз лучше, чем сейчас обычно преподают. А как это проявляется, хорошее преподавание? Значит, у нас последние пару лет, лет 10, наверное, есть очарование ЭТТЭХом, технологиями образования. И в двух словах это давайте снимем видеокурс чувака, который говорит, и в этом есть много хорошего. Когда человек перед камерой говорит, у него харизма, у него эмоция, слюна брыжет. В этом есть много хорошего. Ты как, ну вот, знаете, сайт мастер-класс, где видео-лекции. Это сайт не обучающий, это сайт профориентационный. Ты смотришь какую-нибудь там Аню Лейбовиц, которая фотограф, и такой, о, блин, она клевая. Мне хочется быть как она, я поэтому пойду в фотографию. Смысл сайта мастер-класс в как бы вот этом эмоциональном профориентировании. Собственно, так же, как Тёма когда-то показал, что быть дизайнером клево. А до него дизайнер это было там прикладное декоративное искусство, нахер никому не нужно было. Так вот, мы часто путаем вот это эмоциональное профориентирование с обучением. Обучение к этому не имеет отношения. Обучение это когда ты что-то сделал, и твой мастер, наставник, куратор, ментор, человек сказал, это говно. И объяснил почему. И взял вот так вот тебя за руку, я когда учился в художественном лице, и подходил препод у меня был, брал меня так за руку, и рукой моей херачил. Вот это обучение, потому что тебе нужны моторные навыки. Моторные навыки, когнитивные навыки. Кто-то должен у тебя персонально над душой стоять, давать тебе обратную связь. Нейросеть это делать не может принципиально, потому что нейросеть не несет ответственность за то, как она тебя научила. Человек несет. Видеолекции с этой задачей не справляются. Они делают много другого полезного, но это малая часть, это подготовка к обучению. Настоящее обучение это ты сделал, обосрался, тебе дали бумажку, ты подтерся, и у тебя приняли качественную работу, дали обратную связь. Вот нормальное обучение. Вот это я делаю. Это поразительно, что это то, о чем я учился три года в аспирантуре. То, что нам рассказывали на лекциях. То, за что нас дрючили наши менторы. Но ты выходишь из аспирантуры и такой, фу, все, я оставил это в прошлом, типа, нахрен это говно, я пойду дальше делать этот эх, потому что будущее за образованием. Ну и сколько я закончил? Я в 13-м, кажется, году, то есть 10 лет назад. 10 лет мне потребовалось на то, чтобы допереть до этого своим умом. Ну, вот теперь буду исправляться. Это очень интересно, и, наверное, я тут с тобой соглашусь, и также, помимо учителя, есть еще тренер, который, вот если, например, не говорили, да, что ты делаешь что-то не так, то можно и бесконечно продолжать, не имея результатов, и, может быть, даже наоборот, последствия какие-то, да, там. А время тратится, да. А время тратится, так что я тут согласен. А вот не было желания бросить все и уехать с сельским учителем в школу? Слушай, у меня есть картинка в голове, я недавно начал смотреть православных священников, правда, я стал смотреть к калифорнийских православных священников, не наших попов, вот этих вонючих. У меня где-то есть календарь. Их благоухающих православных священников, ну, как бы удивительно, да, приход в Калифорнии, и там православный священник, ухоженный, молодой, батюшка, уверенный, как бы классный, все, типа, Андрей Ткачев по сравнению с ним выглядит не очень хорошо. Не потому, что Андрей Ткачев плохо, наш православный священник, потому, не потому, что он плохо говорит, он говорит классно, ну, вот просто какое-то общее ощущение от нашей церкви, как будто какое-то не очень, как вы напряглись, а? А, оскорбление еще с верующих, да, Павислава? Не, не, не. Не, ну, короче, меня, я посмотрел на этого батюшку и думаю, блин, ну, я, в принципе, этим же самым занимаюсь, но вот в своей какой-то, вот этой мирской жизни. И я представил себе, типа, мне 90 лет, какой-нибудь приход церковный, да, и я там им веду прием населения и помогаю им с духовной ориентацией. Как священник? Ну, как священник, да. Такая картинка в голове нарисовалась. Но потом я вспомнил, что нужно быть как бы частью структуры РПЦ, я такой, не, пожалуй, эту бюрократическую историю мне бы не хотелось поднимать. Что касается, и эта проблема, в принципе, и с преподаванием в школе, и с преподаванием в ВУЗе, там вот такая доля, собственно, содержательной работы, и вот такая бюрократия. И она очень труднопреодолимая, потому что она для определенных целей все-таки нужна. Ну, чтобы долбоебы, а мы ругаемся, да? Да, конечно. Чтобы долбоебы от долбоебы не сделали сильно плохо. И поэтому, как бы, защита от этих долбоебов создает вот такой у тебя слой волокиты, и это очень тяжело. Я помню, когда я в универе преподавал, у меня были суперлояльные кураторы, суперлояльные мои научные руки, просто если бы не они, я бы это проклял, типа, через год. А они, и что они делали? Они говорили, можешь не заполнять, можешь не подавать. Типа, это необязательно. Я такой, фу, слава богу. Сейчас я представляю, что такое преподавать в школе. Это 90% это бумажная работа, кажется. Не знаю, в топ пойдет это выпуск или нет. Мы просто буквально позавчера ребята обсуждали тему церкви, религии, веры и так далее. И я ребятам рассказывал, что я в период 12-14 лет был прислужником в храме. Я был пономарем. Вот это младший чин, получается. Читал молитвы, подносил кадила и так далее. И просто ты затронул тему священнослужителей, и мы такие, ну, типа, просто стригерились, что мы буквально пару дней назад это обсуждали. Если завершать тему с образованием, почему ты в итоге оставил, покинул, как бы, академическую сферу? Или она до сих пор с тобой? Нет, я не верю. Очень повезло, что мне не мешали заниматься тем, что мне нравится. А мне нравилось. Я буквально с середины первого курса занимался газетой студенческой. И я занимался редактурой гораздо раньше, чем я был в аспирантуре и во всем вот этом. Ну, ты просто, я же отличник, да, ты заходишь в эту систему, и надо, как бы, довестись до оргазма, то есть, как бы, закончить процесс. И я доучился, потом, ну, что, надо пойти в аспирантуру. Пошел в аспирантуру, честно все отработал, защитил. И такой, ну, все, я этот, как бы, долг, я вернул родине, поработал три года, защитил, сделал свой вклад в научную жизнь. Теперь я пойду дальше заниматься тем, чем я занимался, текстами, редактурой, созданием информационных продуктов. А так, я с первого курса этим занимаюсь. Ну, ты закончил, получается, факультет иностранных языков МГУ. Да. А в 2014 году создал главред. И вот вопрос. Как ты от иностранных языков перешел к родному языку? Там другой путь немножко был. Я, в принципе, издавал газету сразу, ну, понятно, на русском языке, потому что для наших студентов. А после, с этой пачкой газет я пошел, что-то в курсе на четвертом, чи на пятом, я пошел к Артему Горбунову. И тогда он вот недавно только создалось бюро Горбунова, а Артем до этого работал в студии одним из арт-директоров. И я и в студию подавался, и к Артему написал. Артем мне ответил. И я ему принес свои, спачку газет. Он такой, ну, это говно, конечно, но, типа, интересно, что этим занимаешься. И так я еще то ли на четвертом, то ли на пятом курсе уже пошел как бы в дизайн и в эту работу. И там я начал писать, мы начали делать курсы про текст, к ним нужно было сделать советы. И совета выросла на довольно большой объем материала учебного по тексту и редактуре. И я вел курсы, и мои студенты говорят, Максим, ты рассказываешь просто топ-слова, это легко алгоритмизируется. То есть то, о чем ты рассказываешь, можно засунуть в алгоритм. Я такой, прикольно. И мы сделали алгоритм. Не то, чтобы я такой, все, языками заниматься не буду, буду вот русским. Нет, я переводчиком работал до самого начала войны. Периодически меня звали работать переводчиком. Я приезжал в работу. Какой у тебя язык? Английский, испанский. Класс. Испанский сложно. Испанский сложно? Мне кажется. Сложный язык? Не, не очень сложно. Сильно проще, чем русский. Две недели назад я иду по Туле с ребенком, гуляю. И вечером, уже сумерки, на углу стоит пара женщин, негритянок, одетых не по погоде, явно потерянных с гугл-переводчиком. Я подхожу, и они мне на испанском надиктовывают, чтобы что-то перевести. И вот сколько я, когда я звел, в 10-м году закончилось. Почти 15 лет. Я не открывал, не говорил ни слова по-испански. И вдруг у меня открывается краник, и я начинаю с ними просто бегло херачить по-испански. Ну, я там помог им, все сделал, что им надо. Ну, то есть, каковы шансы? Две кудельки ищут там какое-то здание определенное посреди Тулы, без связи, без всего. И тут чувак испаноязычный такой выплывает. Типа, здравствуйте, Ола Кумоистас. Поговорили, все сделали, пошел дальше. Они такие, что происходит? Мне кажется, они были удивлены тебе, больше, чем тому, что они заблудились. Ну, каковы шансы, да. В Туле причем. А я на следующий день искал им, переобнялись с контактами, я им искал ассистента-переводчика. Тоже задача нетривиальная. В Туле за один день найти на целый день ассистента-переводчика на весь день. Ну, нашли. В нашем Тулгу прекрасно девчонке помогли. О, мой мастер по маникюру решил взять кредит и открыть свой собственный салон. И сейчас спрашивает, сколько будет стоить заказать Айдентику или логотип в студии Лебедева. И стоит ли мне брать еще один кредит? Слушай, да зачем мне брать кредит? У нас же есть замечательный сервис Николай Аронов. Это дизайнер нейросеть, который умеет за короткое время создавать неограниченное количество логотипов и логотипной графики. Достаточно вести свой короткий запрос, название своей компании и заполнить бриф и получить по сути ленту с кучей логотипов. При этом это стоит дешевле, чем живой дизайнер и у тебя есть большое количество инструментов для кастомизации этих логотипов. Поэтому подруга может не взять кредит, а сэкономить на нескольких чашах кофе и купить логотип у Николая Аронова. Спасибо тебе большое. Я бы никогда не догадалась ей посоветовать это. Ну а для тех, кто хочет воспользоваться Николаем Ароновым, мы подготовили специальный промокод подкаст 20 на 20% скидку на любой тариф. Пользуйтесь услугами дизайнера нейросети Николай Аронов. Расскажи немножечко про Тинькофф журнал. Ты там был главредом, потом ушел. Расскажи про эту историю. Немножко раньше нужно начать. Я сразу где-то года с 10-го или с 11-го работал в компании Мегаплан. У Мегаплана была рассылка. Смысл был рассылки, что ты регистрируешься в бесплатный продукт, что-то там делаешь в нем, и тебе начинает приходить какой-то контент. И это 10-й год, как бы 15 лет назад, считайте. Тогда не было понятия контентной рассылки. Было понятие. Рекламная рассылка там коммерческая, люди спам отправляли, пожалуйста, только в путь. А контентных не было. И мы были одной из первых контентных рассылок. Меня там таскали по конференциям. Людям было очень интересно, что это вы вкладываете деньги в производство контента бесплатно. Как это может быть? Это для людей тогда звучало дико. Эта идея очень хорошо залетела. Это была суперпопулярная рассылка тогда. И я начал еще сотрудничать с Тинькофф. И тогдашний директор по маркетингу, еще это был ТКС-банк, это даже не Тинькофф был. Сережа говорит, а давайте сделаем нечто подобное только для Тинькоффа. Я говорю, давай, но это уже должна быть не рассылка, а сайт, ну там по ряду причин. Ну это должно быть не, ну раз это сайт, то тогда должно быть название, журнал. Так появился Тинькофф журнал. И вот был я и был Саша Рай, первые два человека. Вот мы сначала на двоих, потом на троих, потом на десятерых, потом у нас 20 человек уже в команде. А очень хорошо оно конвертировалось в деньги. Банк знал, как зарабатывать на людях, которые читают журнал, показывать им правильную рекламу, правильно их таргетироваться. Там, то есть, все по деньгам сложилось. И все, он просто стал бешено расти. И я стал выебываться. Писал какие-то пафосные ретполитики, рассказывал о том, что мы лучшие издания. Там, говорил, что вот ваша журналистика это все старое говно мамонта. Вот настоящая журналистика сейчас в Тинькове. Это журналистов злило, а людей это притягивало. Ну и так мы сделали неплохую репутацию. Ну что, мог себе позволить? Да. А на самом деле, если не выебываться, считаешь, классно получилось? Конечно. Хороший журнал. Нет, просто можно молча делать классный журнал, люди читают, а можно ходить по рынку и говорить, это говно, это говно, Тиньков журнал классный, это говно, это говно, это говно. Вот вы все не умеете, журналисты, работать, а мы, молодые люди, которые ваше старое говно не принимают, мы вот работаем лучше вас. И это людей злит, но это драма, которая привлекает внимание людей, через что Тиньков журнал стал тем, набрал, наработал свою вот эту дерзкую, веселую репутацию. А потом сменилось, ну то, что парадигма, он стал очень большим, журнал. И я как головред сначала проверял все, у меня был трелло, и там вот моя стопка, она росла сильно быстрее, чем я успевал ее проверять. И стало очевидно, что мне нужно часть отдать. Отдал часть, отдал часть, отдал часть, и вижу, что я теперь шефред одной из рубрик, и куча других рубрик идут параллельно. Когда у тебя много независимых рубрик, ты либо их должен тоталитарно терроризировать своими правилами, либо сказать, делайте, как считаете нужным. И вот в первом случае у тебя будет группа не самостоятельных редакторов, а в втором случае у тебя будет группа самостоятельных редакторов. Ну и нужно их отпустить. А когда ты отпускаешь, как бы, кто, кем ты остаешься, и мне оставалось либо идти заниматься продуктом и менеджментом, это нужно было ездить в офис, принимать решения другого класса. И в тот момент мне предложили делать журнал про компьютеры и технологии в практикуме, журнал Код. И у меня прям загорелись глаза. вот, я хочу делать маленькое издание, где я буду рулить своим вот этим маленьким астрофоном контента, мы будем пилить там статьи про айтишку и технологии. Все, я в эту идею влюбился и перешел из Тинькова в Код. Просто, как бы, он меня перерос, а мне хотелось сделать что-то маленькое и компактное. Ну, ты знаешь, у тебя получается очень необычный набор. Журнал Тиньков, журналы Код, Кинжал. Кинжал. И почему вот такой выбор, а, например, не коммерсант, ведомости, РБК, что-то такое классическое, может быть, своя колонка, там, свой какой-то продукт внутри. Почему такой выбор? Люди, которые принимают решения в классических меди, меня очень не любят, потому что я очень долго на старте своей карьеры им всем говорил, что они говно динозавра. И часто по делу. И они это сейчас понимают. Есть же, как осадочек же остался. Это первое. Второе, в этих всех изданиях очень мало платят. Просто смехотворно мало по сравнению с тем, сколько платят в контент-маркетинге. Просто несравнимо. Когда я писал статьи для журнала Космо, у меня было такое, то ли Космо, вот психология, вот это вот, которая про психологию. Я писал туда статьи. Ну, типа, написал статью, тут же пошел, поел и все. И вот есть твой гонорар. Ну, ты с работы за еду. Это было неинтересно. А в контент-маркетинге платили нормально, можно было брать намного больше. Это был этап роста этих всех стартапов. Так что, по деньгам интереснее. А в контент-маркетинге очень просто. Ты выбираешь интересную тебе тему. И в этой теме есть очень простые правила игры. У тебя есть заказчик, который говорит, чувак, мы продаем курсы, например, программирования. Вот если ты продаешь курсы программирования, все окей, все, типа, нормально. Там нет политики, там нет этой культурной войны, там нет необходимости этих спикеров поддерживать, этих задвигать. Там нет политики ни в каком смысле. Там есть Python, PHP, там, не знаю, Vue.js, и ты пишешь про это. Это намного дает тебе внутренне, если тебе это интересно, там больше свободы, там больше интереса, больше от меня. Ну, лично для меня. Поэтому я ни секунды в жизни не думал о том, чтобы работать в коммерсанте. Просто это не моя стихия вообще. Несколько раз, точнее, ты несколько раз употребил термин говно мамонта. Расскажи, чем отличается говно мамонта от неговно мамонта и как им не стать? Ну, я, для многих я уже говно мамонта и тоже по делам. У тебя есть некие формулы, которые работают сейчас, в текущем, в текущий момент времени. Если они работают, ты их повторяешь. Например, ты пишешь длинные колонки с мнениями или ты снимаешь подкасты или ты напишешь тексты на нейросетях. Но среда, в которой ты это делаешь, она меняется. Всегда. И любая модель, которая сейчас у тебя работает, через какое-то время работать перестанет абсолютно точно. Соответственно, ты должен, чтобы не стать говном мамонта, нужно вовремя заметить, что то, что ты делаешь, начинает приносить тебе все меньше результата. И предположить, что твои старые методы могут, а на самом деле должны меняться. Ну, как бы, должны устаревать. И ты дальше либо выбираешь делать нечто новое, и тогда у тебя есть шанс стать говном мамонта не в этот цикл, а в следующий. Либо ты говоришь, нет, то, как я придумал, это правильно, это единственно верно. Вы, вот эта вот молодежь с тиктоками ебанами, вы пошли вон, и тогда ты говном мамонта. Мне нравится очень в этом смысле фраза Бориса Борисовича Гребенщикова. Он говорит, по-моему, кстати, он инагент, он, Я не знаю, кстати. Борис Борисович, возвращайтесь на всякие встречи, признайте ошибки, поправьтесь и возвращайтесь. Так вот, он говорил, что ты постарел, как только тебе перестало быть интересно новое. Новое. Он говорил про музыку, да, вот как только ты сказал, что Led Zeppelin там или King Crimson, это вот зашибись, все остальное, это вот какая-нибудь зиверта, это говно. Все, вот в этот момент ты старый стал, потому что тебе нужно, если ты не хочешь быть старым, тебе нужно постоянно, хотя бы с открытой душой, с открытой душой и сердцем интересоваться тем новым, что происходит. Ты можешь, тебе может это не нравиться, но этим надо интересоваться, вот это и есть разделение. Ну да, он постоянно, кстати, Эд Широна приводит в пример, там ему, я знаю, что он очень нравится, вот, но как у меня, просто Эд Широн тоже уже немножечко похож на дерьмо Мамонта. Если подумать, то это было очень давно, когда он был популярен. Да. Уже лет 10 прошло. А если ты вот говоришь по факту про то, что то, что нравится, приносит удовольствие, и там получается больше всегда зарабатывать и прочее, что я так слышу тебя про новое, это про то, что с годами меняются и какие-то принципы, их нужно пересматривать, и ценности, и не пытаться действовать по каким-то рельсам, но вот такой насущный вопрос, а все-таки используем ЙО или нет? Как хочешь. Хочешь, используй, хочешь, нет. Для взрослых, это не... Скажем так, в детской литературе, если там дети, и мы их учим, если это детская литература, целью которой является обучение чтению, там, да, там прям ЙО однозначно прям требование. По-моему, даже по ВГОСу есть такое. Если это детская литература для деток помладше, где родители читают, там можно использовать, можно не использовать. А все, дальше уже вопрос сред политики. Допустимо и так, эдак. Ты работаешь уже в сфере редактуры более 10 лет и работаешь с текстом, более 10 лет. Какие... Больше 15. Больше 15 даже, да. Вот какие изменения сказались значительно на тебе? Пиздец нам всем. Всем, кто думает, что тексты через 5 лет будут кому-то нужны, это вы сейчас как мастера по опрессовке винила. Ну, то есть, да, винил кому-то нужен, безусловно, диджеи играют на виниле, люди иногда покупают винил зачем-то по каким-то своим соображениям. Но вот тексты будут как винил, как печатные книги, как кассеты с магнитной лентой, ну, вот эти, аудиокассеты, как VHS. Это тексты. Почему? Вот я читаю. Да, просто на самом деле мне хочется просто вставить такой дисклеймер, типа, предсказание Ванга 2029, типа, что-нибудь такое. Потому что произошло три вещи. Первое. 4G, 3, 5G, 5G, ну, короче, быстрый интернет, который позволяет стримить видео. Первая часть пазла. Вторая часть пазла. Компьютерное зрение, которое позволяет понять, что происходит на картинке. Мальчик, девочка, возраст, цвет волос, цвет глаз. И если это много кадров, то что происходит на видео. Распространение мобильных телефонов. Соединяешь это все, у тебя появляется вертикальный формат вертикальных видео. И кажется, ну и что, что вертикальное видео? На самом деле, вертикальное видео это самое дьявольское изобретение последних лет, потому что эти пидорасы знают, что тебе нравится. гораздо лучше, чем то-либо на планете. Лучше, чем ты сам знаешь, что тебе нравится. Потому что они смотрят на твой просмотр 40-секундного видеоклипа. И они видят, что происходит в кадре, пока ты его смотришь. Что произошло в кадре, когда ты перестал его смотреть. Какой был звук. Какой человек. Ну то есть, вот знаешь, ты не дрочишь, ты не дрочишь. Я вам расскажу. А вы, когда на Порнхаб зайдете в следующий раз, вы заметите, что вам будут рекомендовать вещи, которые вам нравятся. Это не случайно. Там тоже такие же алгоритмы компьютерного зрения, которые знают, тебе нравится какого возраста, какого пола, с какими волосами, с какой формой челюсти, с какой формой лица и так далее. Смотрели фильм Экс Макина, где молодой инженер приезжает на остров к миллиардеру, который делает человекоподобных роботов. Ой, интересно, нет? И он потом выясняется в фильме, что он посмотрел просто историю дрочки этого своего инженера и по профилю женщин, которые нравятся, сделал ему человекоподобного робота, чтобы она обманула его, чтобы заставила его в себя влюбиться. Вот то же самое, это научная фантастика была 7 лет назад. Сейчас это не фантастика. Порнхаб знает, какие должны быть губы, рот, форма челюсти и форма черепа у человека, на которого ты будешь дольше или больше дрочить. То же самое эта технология, только ты не дрочишь, а просто в общественном транспорте смотришь тиктоки. То есть, когда у тебя есть вот этот бесконечный поток видео, подстроенные под ультраспецифические вкусы каждого конкретного человека, ну, сейчас не существует более подсаживающего, более аддиктив, как это по-русски, который, вызывающего привязанность, более пагубного в этом смысле инструмента отвлечения внимания. Отвратительно. Что еще раз? Отвратительно просто. Ну, ты тиктоки смотрела хоть раз? Или рилзы, или шорты? Да, конечно. Здравствуйте. И что происходит? У человека примерно ограниченная длина сессии в соцсетях в течение дня. Она ограничена как минимум длиной суток минус время сна. Но еще рилзы должны работать, работать как минимум. Ну, предположим, что у тебя время, твоя сессия 2 часа в день. Например. Неважно, сколько именно в твоем случае. И если 10 лет назад вот это, 10 лет назад это была часовая сессия, сейчас она 2-х часовая, она растет медленно. Но доля в этой часовой сессии контента, который ты потребляешь текстово, она падает вот так. Для вас это вот так. А доля видеоконтента, она растет. И у тебя сессия растет, доля видеоконтента в ней растет, и все, и пиздал. И что делать? Ничего. Снимать тиктоки, делать видосики. Ну, типа... То есть, ты думаешь, что книжки тоже уйдут? Нет, книжки... Смотри, дело не в том, что они уйдут. Книжки останутся. Книжкам пророчат смерть, и театру пророчили смерть, и телевизору, и радио. Но эти все штуки не шуются. Если, когда я был малым, мы все слушали радио, потому что не было стримингов. Сейчас есть и радио, и стриминг. Угадайте, кто больше? Но стриминги... Стриминги больше, но радио все еще есть. Станции меньше, они имеют какой-то особый там свой стиль программирования, в смысле, что там в них показывают, но оно осталось. Есть еще сценарий, когда у тебя не ловит стриминг, но ловит радиоволна. Есть сценарий, что ты за рулем едешь и почему-то слушаешь не стриминг, не Сергея Минаева, не новости Темы, а почему ты слушаешь радио. Хотя даже у дальнобоев уже флешки есть, да, они вставляют флешку, там, типа клубняк, и поехали. Да, это когда ты заранее не подготовился, ты слушаешь радио, либо когда ты устал выбирать и ждешь, что за тебя кто-то как бы решит. Да, да. Вот в этом, то есть оно остается, ну, точно так же, как остался винил. Так же, как почему-то где-то еще на задворках цивилизации еще есть аудиокассеты, видеокассеты, пленочная фотография, это все есть, но оно становится маленьким. А когда оно становится маленьким, там, ну, люди вымываются оттуда, остается маленькое количество людей, которым это все еще нужно. Ну, и денег там мало, и всего мало. Сейчас в соцсетях есть два места, где можно получить трафик. Это короткие вертикальные видео и дзен, но в дзене аудитория определенная, как бы, характерная. Она нормальная для определенных целей. А вертикальные видео это единственное место, где сейчас можно взлететь без бабок. Все. Ничего. Социальный лифт, получается. Реус, это новый социальный лифт. Если у тебя нет аудитории в дзене. Обалдеть. Все. Ну, типа, Телеграм тебя не умеет продвигать, у него нет этих инструментов, и слава богу. Потому что, как только какая-то соцсеть решает за тебя, что тебе смотреть, все, эта соцсеть превращается в инструмент работы, там, пропаганды. Хотя Телеграм туда же идет. Телеграм нет, Фейсбук закрыт, ВК, ну, там, если ты не башляешь, твои посты никто не видит. Это тоже нормальная логика развития соцсетей. Компании должны платить за свой контент. Это нормально. Но если ты маленький и ты хочешь стать известным, ВК, это больше не, как бы, при всей любви к Mail.ru Group, как бы, инструментов, социальных лифтов. В ВК-ленте нет. В ВК-клипах есть. То же самое в Инстаграме, мета, пидорасы и так далее. И то же самое в ТикТоке. Не пидорасы. Они не запрещены. Нет, они сами нас запрещены. Они сказали, давайте вы чуть-чуть не будете выкладывать видосы у нас. Просто, пожалуйста. Я ни разу не пробовала ТикТок. У меня есть опыт абсолютно везде выкладывания рилсов и короткого формата. Поэтому я здесь абсолютно согласен в целом. Ну смотри, просто в качестве примера. Значит ли это, что условный Газпром не будет писать тексты на сайте, а будет снимать рилсы? Нет, они, тексты будут. Кто-то на все эти сайты будет продолжать писать тексты. Но инструмент как бы взлета по социальному лифту, вот как ты говоришь, да, продвижение себя, продвижение своих услуг. Раньше можно было написать охеренный текст, выложить его в ЖЖ, и он разлетится на 10 тысяч человек, и это офигенный результат. Сейчас, во-первых, 10 тысяч человек, это ни о чем результат. Во-вторых, никакой текст так не разлетается. Ну, типа, Юра Вафин, может быть, иногда как-то гениально что-нибудь напишет, боженька ему нашепчет, и он что-то такое прям выдаст. Но это очень редко. И все, что взлетает, это тиктоки. Ну, тиктоки, релзы, ВК-клипы, все вот это. Слушай, ну, я не могу тогда не задать этот вопрос. Ты же выпускаешь сейчас тоже короткие форматы, вертикальные видео, и я когда готовился к интервью, я много посмотрел роликов, и у тебя часть роликов, большинство роликов, они содержат текст. Это умышленно сделано? То есть, ты все-таки все равно пытаешься даже в вертикальном видеоформате, чтобы люди в первую очередь смотрели на текст, а не на лицо. Это умышленно? Во-первых, статистика, что у меня, когда лицо в кадре, люди хуже смотрят. Не любят мое лицо люди. Ну, ладно. А во-вторых, людям нравится, одна из вещей, которая людям нравится, это демонстрация компетентности. Когда вы наверняка видели тикток, релз, клип, где чувак исправляет типографику на торте. А, да, да, Что там, дышнили, или перфекционист, или что такое. Там надпись кремом была, и кондитер херово сделал надпись, чувак сидит исправляет ее. Почему нам это нужно? Сказалось бы, работает дизайнер, почему тебя это должно интересовать? Потому что у нас есть какой-то пиетет перед компетентностью. И когда это показывают на видео, это интересно. Есть такой жанр, какая-нибудь кореянка, или китаянка, или украинка, или кто угодно, уезжает в поход. Снимает, как будто бы, сама себя, приезжает в какой-нибудь заснеженный лес, ставит палатку, разводит костер, жарит еду, варит там что-нибудь, варит пасту, сидит там, курит кальян, и смотрит в даль. Почему это набирает миллионы просмотров? Ну, если это кореянка, у нее там огромные сиськи, понятно, там волосы красивые, она вся как бы красивая, но это полмиллиона просмотров. А вторые полмиллиона просмотров откуда? А вторые полмиллиона просмотров, потому что тебе кажется, что компетентность, это что-то, на что нужно обращать внимание. И люди обращают внимание на компетентность. Поэтому у меня есть рилзы, где я просто компетентно редактирую тексты. Ну, и там, типа, на 10 риалзов один залетает в среднем. Второй момент. У тебя есть альтер-эго. У тебя есть... Текстовый психолог Илья Максимов. Илья Максимов, да. И когда я увидел этот контент, ну, то есть, зная, там, твою биографию, читая твои книги, я немножечко удивился. Получается, что? Все-таки форма побеждает содержание сейчас? 10 лет назад люди приходили в соцсети, просто приходили, и дальше вот все, что было, все залетало. Потому что людей было больше, чем авторов контента. Сейчас установился сценарий, в котором люди приходят в соцсети больше развлекаться, чем получать многоумный контент. И, например, у меня реально полезные глубокие заметки залетают в платных курсах, в бусте, там, где люди платят мне за то, что они заключают со мной договор, типа, чувак, учи нас. Но если этот договор не заключен, а чтобы его заключить, нужно заплатить деньги, как минимум. То людям полезный контент не очень уместен, потому что они в сортире срут. Они, когда срут в сортире, им не нужно как там, что синтаксис исправлять. Поэтому соцсети стали, как бы, ну, стаканили, утрясли сценарий потребления, что соцсети — это место развлечений. И я по-прежнему, как бы, в память о старых днях иногда публикую что-то полезное. Но в целом, ну, типа, давно ли вы видели, чтобы Тёма постил руководство? Что-либо из руководства у себя в телеге? Нет. Он потом просто добавляет некоторые посты уже в руководство из телеги? Ну да. Нет, у него там есть рубрикатор, да, ну, это редко происходит, я согласен. Потому что люди приходят к нему в блог за другим, ну, типа, за Тёмой, за его, за ним, как за человеком, там, кумир, религиозный деятель, как угодно можно называть, и контракт другой с этим каналом. Вот какого отца надо звать? Будущий патриарх, простите. Ну, всё, мы сейчас, наверное, уже едут вот эти ребята. Как только ты хочешь серьёзный разговор, тебе нужно создавать какой-то отдельный загончик для этого. Курс там, тренинг, мастер-класс, лекцию. Да даже на эфир людей собираешь, но ты им что-то обещаешь. Типа, ребята, я вам обещаю вот такое занятие. Если вы пришли, вы подписали контракт, Ильяхов, научи нас. И там это лучше работает, чем ты просто врываешься людям в ленту и говоришь, ща я вас жизненно учу. То есть получается, если мы сейчас говорим про то, как зарабатывать денег, всё понятно. Но что тебе больше нравится самому? Да, мне всё нравится. Всё нравится? Смотри, деньги – это мера пользы. Да. И если... Ну, а ещё мера пользы – это внимание. То есть если люди подписываются и реально читают, это тоже какая-то мера пользы. Я бы сказала даже не внимание, а время, которое тебе уделили. Ну, это производное, да. Ну, как бы время же можно невнимательно уделить. Соответственно, деньгами платят люди, у которых есть деньги, которые видят в этом ценность. Вниманием платят люди, которые с тобой на это контрактуются. Мне это всё нравится. Это всё нужно. Ну, то есть чем больше готов уделить внимание, тем больше заплатил денег? Ну, не всегда так. Там сложно структурировано, иногда дорого, иногда не нужно. Но в целом, можно сказать так. А как ты думаешь, поменялось ли отношение к мату в текстах, в речи, вообще в разговорах, в переписках? Со времён татаро-монгольского аига, да. Нет, на самом деле нет. Начало твоего карьерного пути? У кого? У меня или в мире? У тебя. Да я как ругался, так и ругаюсь. А в мире? Это константа. Есть пласт табуированной лексики. Табуированная она почему? Потому что мы считаем её неприличной в приличном обществе. Но все её знают, и в нужной ситуации все её произносят. Все это всё знают. Поэтому, ну, так, часть культуры. Нам нужно некое парадное что-то, и нужно внутреннее. И когда человек ругается матом, это при тебе. Это некое проявление интимности, ну, и уязвимости, чего-то интимного. Он себя показывает более искренним, чем когда он это не делает. Ну, ничего. Так, часть культуры. Ну, то есть, условно говоря, текст с точки зрения внедрения туда матерных слов не изменится. Условно, через 10 лет не будет такого, что мат это будет абсолютно рядовая история, и, допустим, он будет там, не знаю, в деловой переписке. Нет, у нас есть ощущение, что оно как будто бы меняется, потому что меняются каналы коммуникации. Раньше ты мог на кухне это сказать, теперь ты это говоришь в телеграм-канале. Сценарий тот же самый, просто канал распространения другой. И раньше, если мы говорили канал, мы думали, что это СМИ. Но в коммерсанте, как там 20 лет назад, так и сейчас мата не будет. Но может поменяться коммерсант, он может превратиться в как бы в издание, которое как бы цитирует кухню. Такое может быть в теории, ну, как бы это живой продукт, он может меняться. Но вот эти слои, как бы более парадный, приличный, более интимный, искренний, они все всегда остаются. Меняются каналы, по которым ты это доносишь. Вот, казалось бы, такое развитие технологий, там, интернет сейчас везде, телефон, мы говорим про те же самые, там, нейросетки, у тебя там твой сервис главред замечательный. И разве не должно произойти так, что наоборот люди должны становиться более грамотными, должны более грамотно писать, разбираться в редактуре текста? Ну, грамотность колоссально выросла, смотря с чем сравнивать. Ну, типа, за 200 лет грамотность просто революция, ну, революция случилась. А если мы говорим вот за последний промежуток времени лет, типа, в 30-40, то есть вот с, типа, конца 80-х, вот этих жестких 90-х, нулевых, и вот сейчас эпоха ТикТока? Слушай, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, это вот примерно как физическая форма. Типа, хорошо ли, что у нас постепенно идем мы в сторону ожирения, там, да, и ухудшения здоровья? Нет, нехорошо. Но каковы причины? Что еда стала более доступной, что меньше людей голодает. Плохо ли, что люди становятся постепенно менее грамотными? Да, плохо. Но почему это происходит? Потому что им легко писать, потому что их не пиздят палками по рукам за то, что они там неидеально вывели какое-нибудь слово. Плохо ли, что у людей пропадает почерк каллиграфический? Ну да, наверное, плохо. Но почему так? Потому что у тебя клавиатура, на клавиатуре очень удобно, клавиатура предсказывает твои слова, свайп, метод, там, Т9 и прочие всякие штуки. Ну, диалектическое противостояние в каком-то смысле, что у тебя технологии делают жизнь проще, и цена этого тем, что то, что раньше ты делал сложно, но мастерски, ты перестаешь это делать сложно, и начинаешь это делать хуже. Но идеальный пример здесь это ходить к колодцу за водой. Вот если бы ты каждое утро ходил к колодцу раза по три, а колодец был в километрах там в пяти, в химках, да, условно говоря, ты, ну, представься, ты и 200 других человек с коромыслами до колодца, типа, губ, мост, водоколодец. Идешь, опускаешь, типа, 10 тысяч шагов сюда, 10 тысяч обратно. Приходишь, а он на ремонте. Ну, там, в соседние еще 10 тысяч шагов. Ты бы был, ну, как Аполлон, красивый, стройный, такой классный, мощный, у тебя дельты были бы мощные, у тебя вот тут такой, знаешь, мозоль от коромысла была бы. Как бы это хорошо для физической формы, но это же пиздец, как неудобно. А у нас есть кран. Вот кран тебе позволяет быть не таким, как Аполлон, но зато у тебя есть доступ к воде. И вот этот, как бы, вот этот выбор. В целом, проблема наша цивилизационная, трансгуманистическая, что технологии делают некоторые аспекты нашей жизни настолько простыми, что они ведут к нашему полному уничтожению. Просто когда ты идешь колодец за водой, твоя же цель не накачаться, а твоя цель принести воды. Да, но в процессе ты накачиваешься. То есть это просто хороший побочный эффект, не более того. Ну, то же самое, ты когда, у тебя когда нет орфокоррекции, ты вынужден, чтобы не обосраться, знать правила русского языка. Но это знает малое количество людей, поэтому малое количество людей пишут, и меньше создается контента, меньше обмена мнений, меньше развивается медиасреда, не создаются рабочие места, как бы оно очень все взаимосвязано и сложно сочинено. А чем больше воды, чем ты чище, меньше болеешь, дольше живешь. Тоже справедливо. Ну, хотя, возможно, из-за физического охотно-формы. Ну, зато жирный. Да, если живешь на свои истории. Но вот если говорить про технологии контента, собственно, мы с Никитой пытаемся в нашем подкасте рассказывать про профессии, и попрошу тебя, наверное, здесь уделить немножко времени рассказать вообще про то, что значит редактор, что это за профессия, может быть, для тех, кто сейчас собирается решать, кем ему быть, неважно, в каком возрасте, там, тебе 35-15, вот расскажи немножечко про это. Окей. Есть поверхностное представление, что редактор это человек, который занимается текстами. И действительно, такая задача есть. Ну, и, наверное, даже в студии редактор это человек, который занимается текстами. Конечно. Почему? Потому что студия делает сайты. Почему вы делаете сайты? Ну, что сайты нужно делать кому-то. Зачем сайты компаниям? Ну, типа, зачем-то, что-то они на них там продают, делают. Продавать, да, деньги. Ну, как бы, кому-то нужно, ну, Газпром нефти сайт не нужен, например, или Газпрому не нужен сайт. Вообще, нахер им сайт, правильно? Ну, зачем-то же они его заказывают. Кто-то должен его сделать, кто-то должен текст для этого сайта произвести. Это поверхностно. Это довольно кропотливое, тяжелое, не знаю, насколько хорошо оплачиваемое, но как-то оплачиваемая работа. Обычно смысл ее в том, чтобы взять очень херово сделанный текст от клиента по какой-то причине, там, технически перегруженный, слишком сложный, и трансформировать его во что-то более читаемое, в связи с задачами аудитории этого сайта. Но это, малая часть, и она ограничена, собственно, сайтами, вебом, может быть, полиграфией, а это все стремительно сжимается на общем фоне. Можно пойти шире и сказать, что редактор это человек, который занимается цифровыми коммуникациями, а в цифровые коммуникации уже входит текст, его представление. Такое позиционирование, получается. Ну, как бы, это вот текст плюс или текст через, потому что текст может быть через интерфейс, это уже UX-редактор, текст может быть в дизайн-макете каком-то, и тогда ты уже редактор-дизайнер или дизайнер-редактор. Ты, может быть, занимаешься контентом на сайт, и тогда ты уже дизайн-редактор слэш-веб-технолог, например, в каком-то смысле, да. Потом ты можешь быть редактором, ну, например, видеоподкаста. Есть прямо новая профессия такая, редактор видеоподкаста, который, с одной стороны, вот, собирает вам в телефоны вопросы про человека, да, и придумывает это все, а потом сидит и делает так, чтобы это можно было смотреть, тогда ты должен понимать премьер там, или в чем ты собираешь, да, понимать в монтаже, понимать в драматургии, и это тоже другой набор навыков. А есть люди, которые занимаются текстом, например, в системе продукта. Вот у тебя есть, например, условные там Яндекс.Еда или кухня на районе, Яндекс.Лавка. Заказывали когда-нибудь, да? Конечно, да. Не знаю, это эти яйца там очень старались, вылезали из куриной жопы, чтобы к вам приехать. Свежими и не побитыми. Да, да. И вот это что же редактор написал? И он должен знать, ага, у нас вот такой-то бренд, у него такое-то обещание людям, такая-то тональность, кто-то эту тональность придумал, кто-то с дизайнером сидел, это курил, кто-то это согласовывал на 20 этажах Яндекса. То есть такой может быть редактор. Поэтому мне больше нравится идея, что редактор – это человек, который отвечает за коммуникации. И может быть диджитал, может быть реальный мир, полиграфия, ивент, то есть вот это вот все. Потому что на том конце всегда человек с глазами, с ушами, с органами чувств. Редактор – тот, кто умеет воздействовать на вот эти органы чувств человека с какой-то целью. Влюбить, вдохновить, как-то подвигнуть на покупку, поменять картину мира, как-то воздействовать и так далее. Опять же, вспоминая Тему, когда он объясняет что-то про войну, политику, ковид и так далее, он произносит текст, но также у него есть тон голоса, которым он произносит этот текст. Если поставить рядом Тему и Максима Катца и с помощью нейросетей перекинуть слова Темы в интонацию Максима Катца, это будет эмоциональный результат от этого же самого текста. Будет совсем другой. И редактор должен понимать, что помимо вербального слоя, есть невербальный слой. Есть слой, как ты выглядишь, есть слой, какого цвета у тебя волосы, есть слой, какое у тебя окружение, есть слой, как часто ты это делаешь. Потому что если бы выходил один выпуск новостей в квартал, это бы нахер никому не было нужно. Нужно, чтобы они выходили там хотя бы раз в неделю, а лучше два. Вот это вот все, весь этот мешок, это все может быть в редакторе. Ну и, соответственно, чем больше из этого мешка редактор понимает, тем он дороже на рынке. А как ты думаешь, есть ли какая-то нехватка хороших редакторов, копирайтеров вот у нас на российском рынке? Ключевое слово хорош. Всегда. Всех хороших в России всегда нехватка. Всегда. Вот хоть сантехников хороших, хоть электриков, хоть редакторов. Не потому, что Россия особенная страна, а потому, что в принципе в мире хороших меньше, чем плохих. Как ты думаешь, с чем связано? С тем, что стать хорошим сложнее, чем быть плохим. А как развивать эти навыки для того, чтобы стать хорошим редактором? Работать в проектах, страдать, по ночам, может быть, сидеть, получать опыт, работать под началом компетентных людей. Такой христианский путь через страдания. Ну, нет, можно без страданий, но тогда вместо страдания скажи жертва. Жертвуя своим здоровьем, временем и чем-то еще. Но это, в принципе, в любой профессии, чтобы быть ценным, клевым, хорошим, нужно работать под руководством ценного, клевого, хорошего, чтобы он тебя давал тебе по шапке за то, что ты делаешь говно. Вот путь. Любой ли компании сейчас нужен редактор, учитывая, что у всех есть там соцсети, какое-то медиа, новости, или это что-то для староверов и каких-то олдов? Не всем компаниям нужны коммуникации. Например, если компания занимается только участием в электронных торгах и поставкой там, условно, сахара в детские садики, им нужен не редактор, им нужен юрист, бухгалтер, человек с флешкой, вот этой вот волшебной, которая подписывает документы. То есть вопрос не в том, нужен ли редактор, в том, нужны ли коммуникации, потому что коммуникация, она, типа, на кого-то направлена. Если твоя коммуникация идет через площадку электронных торгов, там не нужно. Если у тебя B2C, скорее всего, нужно, потому что, если у тебя B2B, где ты не торгуешься на общем маркетплейсе, ну, скажем, если ты продаешь товар, очень понятный, типа айфона, на маркетплейсе, тебе редактор не нужен. Ты ставишь товар с сайта Apple и цену. Все понимают, за тебя коммуникации сделали другие люди. Но если ты продаешь китайский айфон за 4 тысячи рублей, тебе очень нужен редактор, который убедит людей, что это, мамой клянусь, хорошее изделие. Вот. И там нужно, там коммуникация. Ну, мне вот очень понравилось, как раз таки, если про лавку говорить, про кофе в дриппаках, и у них там, допустим, это кофе было собрано в Эфиопии, обжарено в Санкт-Петербурге, и дальше они делают такой дескриптор, типа, мы объясним, почему, типа, важно, где кофе было обжарено, у них там дальше на коробке есть целая легенда, короче, почему это важно. Мой любимый вопрос, рубрика о нейросете. Расскажи, что думаешь вообще про нейросетки, чем пользуешься, что можешь посоветовать? Нейросети — это как орфокорректор, только получше. Вот примерно такую же роль они занимают. То есть, если орфокорректор раньше избавил тебя от необходимости входить в словарь, нейросети сейчас избавляют тебя от необходимости писать первый драфт самостоятельно, они тебе могут накидать что-то. Но в текущем состоянии у нейросети есть две проблемы. Уебанский дизайн продукта просто блядь. Кто придумал, сука, ходить в чат, чтобы сгенерировать текст? Есть два, один продукт, который эту проблему исправляет, это Notion, по-моему, да, который говорит, давайте прямо в документе что-то напишу. И, по-моему, Google Doc что-то какие-то несмелые там начинают попытки сделать так, чтобы там, сука, ну как можно в чат идти, чтобы написать текст? Ну, это я со своей колокольни как человек, который занимается текстом. Я поэтому этим говном не пользуюсь. типа, как вы представляете, что я пошел в чат, задал вопрос, мне получили ответ, я его скопировал, перемен, ё-моё, что за говно? Но Яндекс.Браузеры, кстати, они эту проблему уже пофиксили частично, и дальше, а я не могу вам ничего говорить, ничего будет дальше, поэтому они частично проблемам пофиксили. Не-не-не, вот это самое интересное, расскажи, расскажи. Я ее подписал, да. Слушай, но мне еще нравится, что у Яндекса, у Алисы, можно хотя бы не обязательно писать, что она очень хорошо воспринимает голос, и может тебе и прочесть, и так далее. Мы же говорим про текстовую работу. Нет, так-то GPT, а как-то O, который Omni, да, тоже неплохой этот голосовой ассистент, что-то там можно с ним ввести диалоги, душеспасительные, в целом норм. Это если ты учишься. Ты знаешь, пользуясь Алисой иногда для того, чтобы что-то написать. Ну, типа, да. Я ей ставлю задачу, и она как-то более-менее нормально воспринимает, и мне даже кажется, что когда я ставлю задачу голосом, точно такую же, а не текстом, есть как будто бы история про что-то эмоциональное, и может быть она, ну вот у меня ощущение просто сложилось такое, что она из-за этого как будто бы лучше мне подсказывает, что делать дальше. Может быть. Ну, мы не знаем, какой там промо-то подкапок. Да, не знаю. Ну, то есть, первая причина, что плохо сделаны продукты, но это проблема типа трех месяцев. Сейчас пока мы можем будем это монтировать, проблемы уже решат. А вторая причина, что они много бредят. Вот прямо сейчас что-то многовато бреда, и что-то как-то... Ты про фактчекинг имеешь? Про фактчекинг, да. Что плохо фактчекается, и, соответственно, сейчас объем работы по фактчеку чата GPT сопоставим с объемом работы по написанию этого текста с нуля. Ну, например, GPT типа CASDEV, то есть, предложить ему ответить, сказать, какие вопросы есть у клиентов. Нормальная идея, можно там критически это оценить. Предложить тебе структуру текста и как бы на нее по-человечески посмотреть. Нормальная тема, можно так сделать. То есть, есть какой-то небольшой набор сценариев, когда это сейчас полезно, дальше этого будет больше, и страх копирайтеров, что их заменит нейросети, ничем не оправдан. И копирайтеров заменят, копирайтеров без нейросети заменят копирайтеров с нейросетями. Так же, как людей, которые допускали орфографические ошибки в продакшенных текстах, продакшн-текстах, заменили люди, которые умеют включать в Word орфокоррекцию. Все просто научатся это делать. Так что классная штука, надо пользоваться, если это легко и быстрее, чем это сделать вручную. Ну, я думаю, что векотехнологии развиваются, и можно будет писать какие-то скрипты, хотя бы, знаешь, программы какие-то, например, добавлять, и это уже будет классно. Хотелось бы. Ну вот, кстати, если возвращаясь к человеку, на сегодняшний день, как отличить хорошего от плохого редактора? На самом деле удивительно, но к профессиональным навыкам, вот именно работы с текстом, это имеет мало отношения. В основном сейчас хороший редактор от плохого отличается своей способностью к клиентской работе. Для вас это немного... Ну, ты это понимаешь? Да. Как человек, который исполняет функции менеджера в студии, правильно? А у вас просто... У вас работа устроена так. У вас есть, как я понимаю, есть клиент, есть менеджер, есть как бы бэк, в котором все специалисты сидят. И, может быть, иногда дизайнер всплывет до клиента, поговорит с ним. Ну, как бы это скорее, как я понимаю, исключение. Правда? Большей частью так. И не все умеют, на самом деле. Вот. И в этом проблема, что менеджер всегда это искажающее, некое искажающее звено между клиентом и исполнителем. И в этом смысле менеджер может создавать проблемы в проекте. Может. Я не говорю, что всегда создаёт, но может создавать. И, например, в бюро у нас другой подход. У нас, как бы это мерзко в плане... Это заставляет очень сильно болеть огромный геморрой, короче. Но это очень эффективно в плане работы. У нас дизайнеры, у нас редакторы ходят к клиенту и общаются с ним без менеджера. И в моей картине мира хороший редактор в корпорации, в компании, в студии, где угодно, тот, кто способен оказывать клиентский сервис. Что это значит? В его случае понять, что клиенту надо и предложить решение этой задачи, исходя из всего своего профессионального опыта. Ключевое понять, что клиенту надо. Потому что клиент приходит, говорит, мне нужен сайт. Ни хера тебе сайт не нужен. Тебе нужно как-то какую-то бизнес-задачу решить. Если человек настроен на то, чтобы быть внимательным к клиенту, разбираться в его задаче, а не в решении задачи, которую он себе придумал, и потом тащить проект через согласование, через понимание боли клиента, через общение с ним, это хороший специалист. Там есть еще момент предупредить. Я почему на этом делаю акцент? Нейросети так не могут принципиально, потому что они всегда реактивны. А хороший редактор, копирайтер, текстовик, он проактивный. Он если видит, что надвигается пиздец, он такой, надвигается пиздец. Чат-жепетит никогда не скажет, чувак, ты что-то, ты как-то не туда начинаешь думать. А живой человек это может. И в этом смысле хороший редактор, копирайтер, любой текстовик, любой креативный специалист, он хорош тогда, когда он имеет эту некую проактивность по отношению к клиенту. И это ценится гораздо выше, чем его способность написать какой-то изумительный текст. Потому что изумительный текст, если ты примерно понимаешь, как он выглядит, ты его можешь уже надрочить через чат-жепетит. А вот клиенту ты через чат-жепетит не сходишь. Ну, мы, кстати, ровно так же и с дизайном работаем. То есть мы решаем бизнес-задачи, и как раз таки я всем, и менеджерам, и специалистам говорю, что, ребят, занимайте проактивную позицию. Это, в принципе, залог, мне кажется, успеха вообще во всем. И да, у нас нет такого, что, знаешь, запрещают приходить на встречи с клиентом. Я тут скорее даже, знаешь, стала замечать, что как меняется история, что когда-то были важны хардскил, и когда-то софт. А как будто сейчас есть такое некоторое объединение, и даже самый интервертивный чувак становится менее ценным, если он не может в случае чего выйти, пусть с помощью менеджера или еще что-то, выйти к клиенту хотя бы послушать, что-то сказать. Здесь я вот прям полностью согласна. Ну, благо, у нас есть еще арт-директора, креативные директора, которые обладают этими менеджерскими навыками, но они поэтому как бы, наверное, и растут дальше и занимают другой левел. Но в целом я тут согласна с тем, что даже не только про редактора, а в целом, когда ты слышишь напрямую, без искажений, без призмы, без проекции какую-то информацию, это всегда гораздо эффективнее, лучше, и эти проекты, как правило, делаются даже как-то легче, потому что с объемом информации переспала куча людей. Как писать интересно об одном и том же годами? Никак, не писать об одном и том, писать о разном. Есть проблема, да, действительно, что люди, которые пишут об одном и том же, им самим становится скучно, и они себе начинают писать, чтобы им было интереснее. И это не всегда то, что нужно читателю. Я обожаю здесь пример про журнал Men's Health. Ну, условно, там, любой журнал про мужское здоровье. А там сколько у мужчин органов в теле? Немного. Тебе, в принципе, контент-план можно наполнить, ну, на год. И еще одна статья, что делать, если у вас заболело, и что делать, если вы решили пойти с этим через год? Ну, вот, у тебя вот тема мужского здоровья, спорта, фитнеса, мышц, там, похудения и так далее, она очень маленькая в силу специфики. И это не мешает журналу Men's Health существовать много лет, если не десятилетий, просто по кругу рассказывая об одном и том же. Почему они так делают? Может быть, потому что у них сменяется команда, и каждое новое, типа, поколение такие, о, упражнение на мышцы пресса, офигенно, пойду напишу, а другие такие, о, мышцы пресса, пойду прочитаю. Может быть, так. Может быть, люди ловят свой дзен в том, что, ну, вот такая работа, вот мы, те люди, вот есть паромщик, который на пароме туда-сюда гоняет. Есть пекарь, который печет булки, а есть вот я, который пишу про упражнения, про пресс. Может быть, так люди делают. Я стараюсь, просто если я чувствую, что где-то там в издании я все уже, мне надоело, я просто иду, занимаюсь чем-то другим. Ну, не знаю как. Делать себе интересно. У меня вообще есть правило, я никогда не сажусь писать, когда у меня вдохновение. Я вообще считаю, что вдохновение в момент написания, когда у тебя открыт ноутбук, тебе вдохновение не нужно. Тебе нужно вдохновение до момента, прежде чем ты открыл ноутбук, у тебя должно в голове быть то, что ты сейчас будешь писать, как бы готовое. Крышка ноутбука должна быть открыта на момент, когда ты уже написал этот текст в голове. А как ты его написал, ну, например, мне весь прошлый год журнал «Кинжал», главным спонсором смысла в журнале «Кинжал» был Джордан Питерсон. Я просто смотрел его лекции запоено, и там мысль подстрянула, тут там соединились нейроны, тут идея возникла хорошая. Вот, слушаю лекцию, что-то понимаю, жму на паузу, думаю про это, и пока я думаю, у меня в голове сложилась статья. Потом я это сделал, сложилось, открыл, наколотил там за 40 минут, сдал в печать. Это же есть вдохновение. Ну, подожди, люди часто вдохновение ищут, когда у них открыт, открыта крышка, там белый лист, и такой, ну, блядь, давай, вдохновляйся, вдохновляйся. А там чистый лист, страх чистого листа, ну, не зря страх, это как бы у тебя нет опоры, а надо вместо этого ходить и эту опору в мире находить где-то. Ну, и хочешь, называй это вдохновением, но это происходит не в момент чистого листа. Ну, а вот, допустим, когда тебе нужно даже не что-то написать, а отредачить большой объём, ты, значит, садишься, открываешь ноутбук, и вот оно просто такое, знаешь, запал падает, ты видишь, что это полное динозавр. Дерьмо мамонта. Даже не мамонта. Ну, как бы какой-то шлак. И мы все понимаем, что есть рутина в каждой работе. Да. И я думаю, что в этой рутине, ну, она такая, особенно поначалу, я думаю, что когда ты только идёшь на пути редактора, допустим, её много. Есть ли у тебя какие-то, я не знаю, приёмы, как это пережить? Может быть, как-то ты себя на это настраиваешь? Какой-то совет можешь дать? Я прокрастинирую, ты как мразь. Мне вот сейчас не осталось 200 страниц в книге про соцсети отредактировать. Мне ужасно это скучно делать. Просто, ну, невероятно. Я хочу содрать кожу с лица. Я это уже написал, я это уже придумал. Осталось это причесать, потому что что-то было написано ночью, всё, что написано ночью, нужно рефакторить. Где-то там слова не сочетаются. Ну, вот то, о чём ты говоришь. Просто ты знаешь, что это должно быть сделано, это будет сделано, ты прокрастинируешь, сколько тебе надо. То он такой, ну, всё, типа, я 40 минут смотрел YouTube. Всё, пора. Собираешься, говоришь, пора, идёшь и делаешь всё. Ну, это книга твоя, а вот как быть людям, которые работают на дядю, которые пишут текст на сайт Газпрома? Подожди, тебе хотя бы за текст на сайт Газпрома сейчас заплатят, ну, там, или через месяц. А мне за книгу не заплатят ещё месяцев 9. Ну, то есть, это ещё хуже. Да, книга моя, но там денег не будет ещё очень долго. И результат будет очень низкий. Это работа. Ты идёшь и работаешь работу. Да, она неинтересная. Иногда бывает. Сделай её для себя интересно. Не знаю, выпивай шот водки за каждый абзац, который ты... Я не знаю, за каждую страницу. Но сделай себе интересно как-то. Люди так делают. Мне захотелось чокнуться. Да, да, да. А мне кажется, это такая хорошая рубрика мотивационные советы Максима Ильяхова. Выпишут водки за каждую строчку отредактированную. Круто. Я тоже всё время нахожу на самом деле для себя какие-то вещи, как дополнительный стимул кроме денег. Потому что другому на самом деле никак. И спустя какое-то время ты понимаешь, что в целом так или иначе ты что-то получишь. А хочется делать свою работу хорошо. И тут вот ищу способ договориться само с собой. И вот интересно, кстати, как у тебя. Лично у тебя, понимаешь, что у всех разные. Это не будет звучать как совет. Что тебе лучше и когда делать с точки зрения суток? Утром, вечером ты больше такой сова. Я сейчас тебе ловерду скажу вот про предыдущую тему. Мне кажется, самая коварная штука это когда ты слишком долго занимаешься деятельностью, в которой ты не видишь смысла. То есть смотри, одно дело, работа нудная, тяжёлая, скучная в плане содержания, но у неё есть смысл. Ты знаешь, зачем это делается. Например, я редактирую книгу, я знаю, зачем эта книга существует, какова её функция в моей жизни, в мире, в культуре, в контексте, в нашем текущем моменте. И наличие смысла меня как бы туда толкает. А, например, мне часто приходят заказы на создание редполитики в компании. И я знаю заранее, что это нахер никому не нужно. Это просто способ посвоить 5 миллионов рублей. Ну, как посвоить 5 миллионов? Заказать редполитику. Нахер не нужно никому документ, который можно копипастить из документа в документ, люди это будут покупать и не будут этим пользоваться, потому что этот документ не используется никем никогда, кроме нанятого редактора, который сам все это составит. Соответственно, это бессмысленная работа. Поэтому каждый раз, когда я соглашался на эту работу, это была самая тяжелая пытка. Я поэтому сейчас не делаю никому. Это деньги, там мне предлагают деньги. Я говорю, нет, мы это делать не будем. Потому что я в этом не вижу смысла. Потому что вот это убивает душу. Когда ты делаешь что-то, ты соглашаешься делать что-то, в чем ты заранее не видишь смысла. Это очень вредно просто для духовно-нравственного развития. А про время суток у меня ребенок, и у меня ребенок, я его забираю часов с 4 каждый день. Поэтому все, что я успел до 4, все мое. Все, что не успел, нас переносится на следующий день. Хорошо стимулирует. Подкаст. Редакторы студии жалуются на некую профдеформацию. Говорят, не могут ничего читать, кроме текстов по работе. Отбивает полное желание. Вот как у тебя с этим обстоят дела, и что можешь посоветовать? Да ничего, не читайте. Смотрите видео, слушайте подкасты, смотрите лекции на видео. Дело в том, что текст же сейчас во многих агрегатных состояниях поставляется. Можно прочитать книгу. Джордан Питерсон, я сегодня уже упоминал. У него есть книга «12 Rules for Life» «12 правил жизни». Ужасно душно написанная книга. Он там дрочит на свой этот литературный стиль. Я не могу читать. Ну, просто, может, я тупой. Ты в оригинале читаешь? Ну, я читал. В русском переводе, блядь, просто даже don't even get me started. Это просто жесть. А в английском еще можно читать, как бы более-менее понимая, что имел в виду автор, но там настолько выдраченный, душный текст, что я его читать «не могу, мне душно, я хочу, мне все время, знаешь, вот это, у меня повышается давление, мне хочется открыть все окна, но у меня и так все окна открыты». А слушаешь лекцию просто вот только тот же самый текст, те же самые тезис, он даже, у него была одна лекция, где он тупо зачитывал свой собственный текст. Но он его зачитывает, зачитывает, сам понимает, что он сам задохнулся, откладывает и добавляет монолог от себя. И это классно. То есть, мы живем в невероятное время, когда текст поставляется во многих форматах, разливается по множеству бутылочек, поэтому не хочешь читать, но не читай, слушай лекции, смотри подкасты, слушай дядю Сережу Минаева, слушай, смотри мультики, фильмы, как бы никаких проблем. Да, я, кстати, был на одной из лекций Артемия, и он показывал ЖЖ, у него там есть говно и не говно, по-моему, как-то так называется, уже забыл, и просто открыл ЖЖ-шечку и показывал разные кейсы там типа 20-летней давности, и просто 3000 человек с открытыми ртами сидели такие типа вау, хотя казалось бы, это типа написано уже много-много-много лет назад. Да, но он те же самые мысли сейчас озвучивает, на любое интервью приходишь, ну вот есть же вот эти, смотри, был формат длинного интервью, потом из него появился формат коротких тиктоков, которые залетают в сотни раз лучше, маленькие нарезки, он в них произносит то же самое, что он писал у себя в ЖЖ, писал в телеге, писал где-то еще. Ну, вот просто одна и та же мысль по-разному разлетается в разные каналы, и это отлично, это очень хорошо. За это спасибо 4G, алгоритмам рекомендают, компьютерному зрению, анализу текста, спасибо, что эти возможности сейчас есть. Я бы тут немножко хочу ненадолго отойти от нашего сценария, у меня есть вопрос лишь от меня, мы его, конечно, обсуждали с тобой, извините, если что, мы много сейчас говорим про то, как общаться вовне, во внешнюю аудиторию, и в целом в книжке твоей «Пиши, сокращай» говорится про то, что не нужно там добавлять какие-то лишние вещи, которые не несут смысла, но также мы видим, что у нас сейчас достаточно много личного общения в переписке, и, кстати, не только, при этом есть мода на «я-посылание», психология и прочее, и на самом деле я думаю, что у многих есть сложности с тем, как выразить какие-то свои мысли, чувства, особенно, когда тебе сложно что-то сказать другому человеку, хотя бы в письменном формате, и вот не думаешь ли ты о том, чтобы делать какую-то, я не знаю, помощь, как редактуру людям в своих книжках вот про личное общение. А об этом я рассказываю в книге ясно-понятно. Там на самом деле хитрость в личном общении в огромном смысле в контексте, в отношениях, которые сложились между человеком. То есть вот мы с тобой вот сейчас общаемся, у нас есть один контекст отношений, а если бы мы поехали на корпоратив там и пили бы водку и трахались все студии, ну или как-то так, у нас были бы вообще другие отношения. Собственно, для этого корпоративы и существуют. Корпоративы – это инструмент повышения, улучшения контекста. И когда у тебя лучше контекст, я могу херню какую-нибудь написать, и вот как сейчас, ты какая-то такая, типа, какую-то херню написал. А после хорошего контекста такая, о, какую-то херню написал. Надо разобраться. И мы с тобой как-то лично встретимся, ты придешься, ты что за херню написал? А, ну вот это я имел в виду. А, понятно. То есть личное общение, оно там гораздо больше доля контекста, чем собственно текст. Ну скажем, ну, жена или муж – это люди с максимально как бы прокачанным контекстом. Если посмотреть на их переписку в телеге, ну там крайне странное, может быть, какие-то обрывки фраз, список покупок, там скрины какие-то. Потому что у них, помимо телеги, во-первых, есть общение в физическом мире, а во-вторых, он знает, как это читать, она знает, как это читать. Там многое прощается, и там все, ну, если нормальные семейные отношения, там все намного легче. В общении на работе та же история, контекст. Продюсеры в ухо, которого у меня нет, подсказывают, что уже надо переходить к завершающей части, и, естественно, в конце всегда хочется поговорить про деньги. На твой взгляд, стоит ли вообще сейчас людям идти в профессию редактора, стоит ли им заниматься текстом, стоит ли им заниматься копирайтингом, и можно ли там вообще что-либо заработать? Я сейчас открою свой канал с вакансиями и скажу. Ну, смотри. Агентство, авторы издельно получают 40-90, редакторы 70-150. Это первая вакансия. Ну, вполне. Ну, я тебе, вот, просто вакансии. Петербург, КП, то есть Комсомольская правда, редактор Телеграм-канал, 60. Но в Питере заколдованное место, там почему-то, типа, понижающий коэффициент, то есть там половина от рынка зарплаты, почему, видимо, им там доплачивают бухлом как-то, я не знаю. Копирайтер в что-то, какой-то этот, психологический центр, рекламу пишет, сдельно 40-70. SMM-лит в арбитраже от 100. Для арбитража очень мало. SEO-райт от 80. Первая форма. Я вот просто листаю в мой канал, сейчас я вам в камеру покажу, вот сюда подпишитесь. Это мой канал. А мы приложим, мы приложим все ссылочки. Ну, давай, вот в интерактиве. Это мой канал про вакансии с матами и селухой. А сколько у тебя, кстати, каналов? Шесть, семь, наверное. Ну, сколько? Ты все ведешь сам или у тебя есть... Ну, у меня есть люди, которые выкладывают регулярные рубрики, там, типа, подборки, какой-то старый, ресайзы. Но те, где авторские каналы, вот этот с вакансиями я сам веду на свою голову. Ну, скажи, стоит ли людям вообще заниматься редактурой и текстом? Ну, если тебе интересно сидеть за компьютером, что-то там по смыслу разбираться, интересен видеомонтаж, картинки, графика, текст, дизайн, UX, вот этот весь диджитал мир, ну, в целом, да, это прикольно и классно. Это карьера, это работа, на это есть спрос, на это хрен найдешь нормальных людей. Это интересно. Ну, а если, например, ты не любишь компьютеры, ну, странно, типа, что ты будешь там делать? Если ты хочешь гусей пасти или коров доить или строить дома, ну, нет, наверное. Это диджитал. Еще подскажи, вот, если мы говорим про какую-то черту характера, которая скорее будет плюсом для редактора, а какая черта будет минусом, есть ли у тебя понимание про это? Это очень индивидуально. Мне кажется, вот, в зависимости от клиента, есть, например, ребята, такие бодрые, веселые, экстраверты и проактивные, и им подходит определенный тип клиентов. А есть, наоборот, очень скрытые какие-то такие медленные, да, интроверты. Медленные, в первую очередь. Им это не подходит, им подходит что-то другое. Ну, я не думаю, что есть черты характера, но точно к чертам характера тебе, как бы, прибиваются партнеры, коллеги, клиенты. Ну, так же, как к теме прибиваются люди определенного склада характера, и те, которые с ним не, ну, не контактируют, они отпочковывают, они не могут долго работать. И это не потому, что тема какой-то волшебный, потому что все люди вот по этому принципу примагничиваются и отмагничиваются. И каких-то прям качеств, можно было бы сказать, например, тщательность, но нет, потому что у тебя есть орфокоррекция и чат-гпти, которые компенсируют недостаток тщательности. У меня тщательности нет. Ненавижу что-то вот выдрачивать. Это прям самое тяжелое, что есть. Внимание к деталям, ну, не то что, внимание к деталям. Интерес к клиенту, наверное, да, но есть работы, в которых интерес к клиенту не нужен, есть люди, которые на потоке херачат SEO-тексты, им клиент вообще там не нужен. То есть там очень много вариативности. Мне кажется, что универсальное у всех, это интерес к читателю. Вот что. Есть у людей искажение, что копирайтинг и редактура это про творческое проявление себя. Что надо, что это то же самое, что писать художественную литературу, только тебе за это еще деньги платят. Вот мои приключения, как я в Турции трахалась 26 турками, я про это хотел бы написать террористический рассказ, но я пойду к копирайтерам, буду на этом зарабатывать деньги. Нет, это не то. Копирайтер это тот, кто продает любые товары, которые ему приносят, ну в смысле там на работу. Редактор, кто-то редактирует любые входящие тексты, может быть не любые, но какие-то. Это немножко другое, это ремесло. К этому не нужно относиться как к продолжению своей творческой там какой-то души, и вот я сейчас себя самореализую. Ты себя точно самореализуешь, но идти в профессию ради самореализации, это то же самое, как идти в музыку ради самореализации. Ты безусловно можешь себя реализовать, но платить тебе будут не за то, что ты себя реализовал, а за то, что ты реализовал задачи, эмоции, чувства других людей. Ну, это в редактуре то же самое. Ну и, наверное, последний вопрос. От тебя. От меня, да. Не могу его не задать. Ну, главный мем вообще прошлого года, тех, кто в теме, что в «Пиши, сокращай» добавилось новых 11 глав. Да, и стало короче на 16 страниц. А у меня есть вопрос, как одним предложением ты выразил бы свой главный принцип в работе? Такое кредо. Не, не, я так вообще не размышляю, не думаю. И мне кажется, это важно, что... Вот это классно звучит, да, там, вот, там, не знаю, миссия и так далее. Как только ты реально докапываешься до чего-то глубокого, оно в одно предложение не укладывается. И попытка искусственно сложную какую-то мысль засунуть в одно предложение заставляет ее сильно упрощать. Я для себя, ну, я смысл жизни себя сформулировал, у меня видос про это есть. И смысл, например, уменьшение страдания. В моем случае, как бы, моя работа в жизни уменьшение страдания через наведение порядка. И это моя, как бы, мой лично для меня вызов, потому что, как любой творческий человек, я не очень упорядоченный. И поэтому от меня, мне всегда сложно наводить порядок везде, и в квартире, и в комнате, и на столе, и в тексте. И это интересно. Я туда прикладываю энергию. И вот я уменьшаю страдания за счет повышения упорядоченности чего-либо. Но у другого человека это может быть по-другому, это не универсально. Смотри, я когда читал твою книгу, у меня вообще возникло ощущение, что текст — это вообще некая метафора, а ты пишешь про то, что надо быть вообще честным, честным, типа во всем, в делах, самим собой и так далее. Насколько этот тезис верный? Не надо. Если ты не честен с собой в своих делах, тебе пизда. Если ты не хочешь, чтобы тебе была пизда, желательно быть честным с собой в делах, порядоченным и так далее. Но это не надо. Никто не пришел и не сказал надо. Просто мир устроен так, что если ты подводишь людей, искажаешь реальность, о себе говоришь не то, если ты неправдив, вокруг тебя постепенно отравляется почва. И ты живешь в отравленной почве. Это метафорически звучит, ну, это звучит метафорически, это непонятно молодым, потому что они живут на свежей лужайке. Но чем больше ты в нее, и чем больше ты ее отравляешь, например, враньем или предательством других людей, или нечистоплотной работой, тем хуже вокруг тебя выглядит мир. Круто. Я думаю, на этой ноте мы будем заканчивать. У нас есть небольшой подарок. Наши редактора передают тебе такую книгу Аркадия Мильчина и Людмилы Чельцовой, справочник, издатель и автор. Я благодарю вас за этот прекрасный подарок. Это, кстати, настольная книга всех редакторов на старте карьеры. Прямо у всех редакторов она есть на старте. Ты к ней обращаешься раз в 30, наверное, за свою жизнь, выучиваешь те правила, которые тебе из нее реально нужны, и дальше она выполняет очень полезные функции по хозяйству. Ты там ей что-нибудь подпираешь, она что-нибудь прижимает. Потому что из этого у каждого человека причем свои страницы, которые ему нужны из Мильчина. Но ты их за жизнь выучиваешь, и потом просто к ней не возвращаешься. Это прекрасно. Так что у каждого, каждому такую книгу. Мы делали в прошлом году конкурсы «Редактор года». Мы сняли 3D-модель этой книги, напечатали на 3D-принтере статуэтку в форме Мильчина, Мильчина-Чельцовой, и дарили людям типа премию «Редактор года». Круто. Ну и еще у нас есть другая традиция, что мы дарим подарок нашему зрителю. В этот раз это будет новая книжка, подписанная «Пиши, сокращай!» 2025 года. И, собственно, мы, на наш взгляд, с Никитой выберем какую-то интересную историю о том, как вы опечатались или допустили ошибку. И это стало чем-то невероятным, вас неправильно поняли. Да, пишите в комментарии ваши истории, мы все почитаем, пишите, какие ошибки вы допускали в текстах, каким нелепым или интересным историям это приводило. Где бы вы нас не смотрели, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Еще, если хотите, можете написать такой комментарий. Такой интеллигентный юноша, а так плохо ругается матом. Это я тоже очень люблю. Все, и всем до новых встреч. Спасибо большое. У нас в гостях был Максим Ильяхов, я, Катя Арсеньева и мой коллега Никита Деменков. Ждем вас в следующих выпусках. Пока. Подкаст.